В Казани погода очень непредсказуемая и изменчивая. Только недавно нам приходилось прятаться от холода в куртках, а теперь мы можем наслаждаться солнцем и ходить в летней одежде. Какие еще сюрпризы преподнесет нам погода в Татарстане? В этом году май вместо того, чтобы обрадовать нас теплым солнцем, решил удивить снегом и заморозками. Такие температурные качели могут негативно повлиять на посевы и самочувствие метеозависимых людей. Люди не понимают, во что на этот раз одеться на улицу и какая обстановка их будет там ожидать. Наряду с изменениями температуры происходит и изменение атмосферного давления. А вот это каждый из нас на себе ощущает. Метеозависимые люди особенно чутко на это реагируют и у них проявляются некоторые негативные последствия. И стоит отметить, что с изменением климата не только скачки температуры у нас будут интенсивнее, но и интенсивнее будут и скачки атмосферного давления. Поэтому метеозависимым людям стоит быть готовыми к этим рискам. Но я очень, конечно, удивился о том, что в мое может снег вообще выпасть, но в моей памяти такого не было. Как привычно пошел на работу, так же провел занятия и пошел обратно. И сейчас радуюсь теплой погоде. Конечно, были планы прогуляться, съездить на пикник в какой-нибудь лес вместе с семьей. И, конечно же, этого не получилось, поэтому развлекались как могли. На самом деле я очень сильно удивился. Вот только-только снял зимнюю куртку, только начинаю привыкать к теплой погоде и бац, снова надевать зимнюю куртку. Я был ошарашен. В моем удивлении не было предела. Мне это не понравилось. По сообщениям Всемирной метеорологической организации, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Повышение температуры в наступившем году связывают с явлением Эль-Ниньо. Это потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Если сравнивать с летом 2023 года, то температура тогда превышала норму на 2,2 градуса по Цельсию. В этом году превышение температуры может увеличиться в два раза. Стоит отметить, что в годы интенсивного Эль-Ниньо на нашей территории отмечались высокие температуры, среднегодовые. И стоит отметить, что в эти годы высокая температура была и на всем земном шаре. В то же время эти явления нельзя увязывать с такими локальными процессами, такими, как, например, какая-то локальная волна тепла или холода, которая приходит к нам на срок 5-7 дней. По долгосрочным прогнозам Гидрометцентра России, лето прогнозируется никак не холоднее нормы. Так, в июне и августе ожидается температура около 18,5 градусов, а июль прогнозируется аномально жарким. Стоит отметить, что он может стать пятым подряд аномально жарким июлем за последние годы. Если в мае не удалось устроить традиционно шашлычный пикник, то этим летом точно удастся это сделать. Ведь наш метеоролог не ошибется. Желаю всем теплого и шашлычного настроения. Ралина Мисбахова, Аделина Драхманова, Николай Суховский. Универ Новости.